Интерес к новым технологиям, плюс захватывающее ощущение от просмотра и сравнительно невысокая цена. Фильмы в формате 3D пользуются у китайских зрителей огромной популярностью, и их доля в прокате будет только расти, уверены специалисты. Кому и почему выгодно показывать именно стереоскопическое кино, расскажут наши корреспонденты. 3D-технологии уверенно завоевывают место в жизни современного человека, в том числе и в сфере цифровой киноиндустрии. В последние годы большинство фильмов на больших экранах в Китае были показаны в формате 3D. Ради завоевания зрителя и получения большей прибыли, кинокомпании стремятся все чаще снимать объемное видео, а уже существующее кино, снятое в традиционном 2D, переделывают на новое. Последние 2-3 года увеличивается количество фильмов, которые конвертировали из 2D в серия-версии. Рынок все больше насыщается, причем примерно половина из них отечественная. Цена варьируется от 1 миллиона юаней до десятка миллионов. Все зависит от качества. Некоторые крупные иностранные производители берут за переделку от 20 до 30 миллионов юаней. Создавать фильм в формате 3D намного дороже, чем обычный. Но и продавать его можно дороже. Например, средняя стоимость билета на реалистичное кино на 5 юаней больше, чем на 2D. При аудитории около 10 миллионов человек, один фильм может принести прокатчикам дополнительные 50 миллионов юаней. 3D-фильмы стали очень популярны с 2009 года, когда на экраны вышел «Аватар». С тех пор многие кинотеатры перешли на новый формат. Сейчас его доля в Китае около 80%. Кинотеатры, закупившие современное оборудование и экраны, должны делать ставку именно на 3D-фильмы, чтобы оправдать затраты. Этому способствует и соглашение КНР США 2012 года о том, что Китай приобретет 14 американских картин. Выйти в прокат они должны только в 3D. Еще одна причина увеличения количества стереофильмов – борьба с пиратством. Для просмотра 3D необходимо надеть специальные очки. В противном случае изображение получится размытым. А значит, кинокомпании, работающие в новом формате, не увидят пиратские копии только что вышедшего на экраны фильма уже через несколько дней. Татьяна Климова, Цычунина, СИСИТИЛИК